Мы хотим сейчас сделать хлебопреломление. Я хочу рассказать несколько правил. Мы поднимем сфер Брешит. Если мы откроем книгу «Бытие», 14 глава, там есть одна интересная история. И эта история говорит о Лоте. И вот Авраам собирает всех своих слуг. И они начинают преследовать пять-пятерых царей. В самом деле это было что-то сверхъестественное, очень особенное. Но мы читаем, что они победили в этой битве. И освободили всех тех, которые находились в плену. И вот когда Авраам, он уже возвращался назад после этой битвы. В 14 главе книги «Бытие» там написано. Можете открыть ваши Библии. И это написано в 18 главе книги «Бытие». И вот написано, что я пришел к нему Мелхиседек, который был царем бога святого. И он выносит с собой вино и хлеб. И вино и хлеб, оно используется там, когда Мелхиседек он выходит, чтобы почесть Авраама. Вот в нашей культуре, там, где мы сегодня живем. Это было принято не только у какого-то семейства. Не только у какого-то клана, но это было принято везде. Если ты хотел кого-то почесть. Ну, не только сказать, вот какой ты хороший человек. Но заключить с этим человеком договор, завет. Что значит завет? Мужчина и женщина женятся. Они входят в завет. В торбут, ай-а-тик, кше никра, кше шаму мела брит, займашу меот думе. В древней культуре, когда слышали вот это вот слово, завет, это было что-то особенное, что-то сильное. Они становились одним целым, одной семьей. То есть не говорится о каких-то сексуальных отношениях неправильно. Но говорится о том, что вот двое, которые странники, которые никогда друг друга, может быть, не знали, они становятся одним целым. И вот таким образом, через вино и хлеб это происходило. Тот, кто был более главный, он немного спускается вниз. И он протягивает руку тому, который слабее его. И вот хлеб, это как раз символ того, что он делится этим хлебом более слабым. А вот вино это то, та радость, которую есть у этого великого человека. Он делится со слабым. Мелки-цедек, он был царь. Кулам, ба-бам-израха-тихон, аз-киблуто, ке-ко-ген-эл-или-йон. И все его знали в то время, как священник Бога Живого. Есть, 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 нашим рабим, шо-хошвим, ши-за-я-шем. И некоторые считают, что Мелки-цедек это был сын. А бен Агадола, бахор шел Ноах. Это был старший сын Ноаха. Скорее всего, может быть, так оно и было. А Авраам, во-первых, он был более моложе, а также его статус был меньше. Но в Мелки-цедек он заключает с ним завет. Даже если какой-то сильный человек, какой-то царь, хотел заключить завет с кем-то другим, он подходил к нему и давал ему хлеб и вино. Он не давал ему деньги и серебро. В Матфея 26 глава. В Матфея 26 глава. Ешуа взял хлеб и преломил его и сказал, «Едите, это тело мое за вас ломимое». Потом взял вино и сказал, «Пейте из него все, потому что это есть кровь Нового Завета, проливаемая за вас». То же самое. «Ешуа является царем и священником Бога». Как Писание говорит на единственный сын. Что-то очень великий, даже больше того, что мы можем представить себе. В послании Колосянам написано, что все через него и для него создано. И вот он, так же как Мелхиседек, он просто спускается к человеку. И он говорит, «Ешьте от меня и пейте от моей радости, которую я имею». И это не просто его предложение. Это заповедь. Это то, что он заповедует, и мы должны это исполнять. Неважно даже, как мы это понимаем, таким или иным образом делать это. Потому что, когда мы это исполняем, мы входим в его радость и в то величие, которое принадлежит Иешуа Мессия. Но Иешуа намного больше, чем Мелхиседек. Потому что он есть Сын Божий. Он есть Царь Праведного Мира. И невозможно войти в это место, если ты грешник. И поэтому Панел пишет, Перед тем, как вы вкушаете хлебопреломление, вы должны сделать мир со многими, с кем вы поссорились. И если вы чувствуете на себе какой-то грех, преступление, то попросите прощения. И тогда хлеб и вино, и сила их, оно принесет вам исцеление, а не проклятие в вашу жизнь. Он даст нам силу вместо слабости. И даст нам единство. С небесами. И друг с другом. Поэтому мы хотим сейчас сделать благословение. Также хочу помолиться, и вы просто повторите эти слова за нами. И послушайте внимательно. То, что я буду говорить, повторите эти слова. Даже может быть, если вы не понимаете это до конца. Отец Небесный. Я стою перед тобой. Обычный человек. И прошу от тебя милости. И прошу, чтобы ты простил мои грехи. Во имя Ишуа Митии. Очисти меня от всякого греха. И от недостатков. И помоги мне Господь с верой войти. В новое место. Обнови во мне новый завет. И чтобы сила Небес. Работала во мне. Для благословения. А не для проклятия. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Сейчас хочу сказать еще что. Если ты пришел сюда. Просто как любопытный человек. И ты может быть сам не до конца понимаешь. Веришь ты или не веришь. В Писаниях написано. Не принимай от хлеба и вина. А имя, ты можешь сказать. Да, я верю в Ишуа Мессию. Но если ты да. Можешь сказать и провозгласить. Да, я верю в Ишуа Мессию. Мелых Хай в Кайям. Царь живущий. Тогда ты да. Можешь прийти и принимать. Благословен ты, Господь, Царь Вселенный. Амут си лекхем мина Арец. Вимеви Гоэль. Велекхем хаим и шамаем. И дающий освободителя. И хлеб жизни с небес. Благословен, Господь, Бог наш, Царь Вселенный. Производящий плод виноградной. И дающий нам спасение через кровь Ишуа, Искупителя нашего. И все скажут, Амин. Когда вы почувствуете себя готовыми. И пока что сейчас есть музыка. Это время помолиться, подумать. И когда вы почувствуете себя готовыми. И пусть Господь благословит всех вас. Субтитры создавал DimaTorzok